Друзья, здравия всем! Решил снова показаться, а то давно меня, видимо, не видели. Уже последние видео это были морские пейзажи, виды из окна, и там, в общем, природа, море, солнце. И сегодня у нас, как раз недавно слушал прямой эфир Богдана из Бали. И опять же обсуждалась тема коронавируса, эпидемия. Кто только сейчас ее не обсуждает, почему это происходит, зачем. И поэтому проговорим сегодня про такую интересную вещь, как сознание на карантине. Почему я об этом сейчас хотел бы затронуть эту штуку? Потому что бывает такая вещь, что человек, скажем так, хочет много всего исследовать, познавать, то есть какие-то вещи интересные изучать, но что происходит с ним? То есть он бывает попадает в какие-то ситуации, которые, ну, мягко говоря, не подходят для него. То есть суется куда-то вот не туда. И существуют, получается, ограничивающие структуры, которые как бы дают ему понять, что вот сюда лучше не соваться в данный момент. Если человек снова туда хочет пойти, то его снова как-то там ограничивают. Так вот, о чем я вообще хотел сказать. Богдан это все преподнес в том, что нам высшие силы хотят как-то нас развести по домам, ограничить, мол, все это правильно и так далее. Можно, конечно, согласиться с этой точкой зрения, но опять же таки, заглянув вглубь себя, то есть, ну, как бы в сознание, да, подсознание, соединившись со Вселенной, да, то есть поняв суть всего этого. Потому что, когда мы не соединены с собой, со Вселенной, то мы многие вещи, ну, просто как бы общаемся, да, с другими людьми, забываем что-то, что мы могли бы сделать, да, то есть, но имеется в виду, что мы очень много времени тратим, бывает, на пустые разговоры, походы куда-то там, ну, не знаю, просто там посидеть где-то в кафе, в ресторане. Бывает, мы просто занимаемся какой-то чушью и не делаем то, что мы могли бы делать. Вот, и сейчас время у нас есть для того, чтобы обратиться внутрь себя. Ну, просто у меня, как бы, в связи с карантином, мое, как, скажем, расписание не сильно поменялось, потому что я, ну, скажем, всегда вел образ жизни более наполненный именно, то есть, я либо, ну, скажем так, делаю сессии, да, то есть, помогаю либо другим, либо очищаю свое пространство, либо какие-то еще другие, очищаю пространство там, которые мне интересны, либо я общаюсь с природой, то есть, нахожусь на море, на природе, то есть, либо общаюсь с людьми, если есть какие-то люди, которые интересны, я, которые мне интересны, вот, то есть, поэтому мое, скажем так, расписание, ну, не сильно поменялось, я бы сказал, даже вообще не поменялось, то есть, я могу выходить, общаться, то есть, у нас здесь нет каких-то, ну, не знаю, скажем так, жестких мер, да, то есть, все довольно легко. Да, есть некоторая паника у людей, это заметно, какие-то маски там, какие-то такая настороженность, какие-то правила, но я могу сказать о том, что информация, которая есть в пространстве, она более, ну, производит какое-то такое убительное, ну, скажем так, впечатление, взаимодействие, чем то, что происходит, ну, в физическом плане. Вот, и вот эти вот, ну, скажем так, контролирующие структуры, которые влияют на управление нашим игровым площадкой, нашей игровой площадкой, они подключили свои методы для того, чтобы, ну, скажем так, людей сепарировать, разделить, да, и, по сути, как бы сделать так, чтобы, ну, вот эти вот, надо, как бы, большие группы людей, да, делали демонстрации, это проявлялось и в Париже, и в Барселоне, и в Гонконге, и в других странах, то сейчас это просто все подмяли, убрали, то есть, ну, простым способом, да, справились со всеми людьми, то есть, уже нету никаких протестов, демонстраций, то есть, разрешено применение силы, да, то есть, человека можно схватить, посадить в тюрьму, оштрафовать, а может быть, и, ну, не знаю, там даже, применяется физическое насилие, да, то есть, бывают и такие моменты, да, то есть, особенно это вот распространено в таких странах, как Китай, например, да, то есть, где более суровые, скажем так, порядки и законы, то есть, используются меры подавления, и вот эти меры подавления, да, можно, конечно, принять, вот как Богдан сказал, да, то есть, без принятия мы не сможем справиться с этим, но после принятия, это не в данном случае сказать, ну, окей, вы хотите бить людей, бейте, не в этом плане, да, то есть, это можно наблюдать, вот наблюдение, как принятие, и второй момент, это справиться, да, то есть, урегулировать это, то есть, не бороться, опять же, так можно, да, сказать, ну, такие, давайте мы сейчас выйдем там, и в десятеро мы наваляем ему, раз он побил нашего товарища, ну как бы тогда приедут тех еще там 100 человек то есть вас куда-то там заберут, наваляют, то есть это будет борьба, а справиться это имеется ввиду подумать, как можно обойти это то есть если например кто-то пытается применять какие-то карательные меры, как это можно обойти урегулировать, что можно сделать такого, чтобы, ну как бы во-первых, не попадаться в какие-то там такие ситуации, второй момент, чтобы продолжать делать то, что ты хочешь но разумно, да, то есть понятно что если ты там, ну хочешь например, я не знаю, там чего-то такого, что не подходит к данной ситуации да, ну то есть это реализовать будет довольно сложно, а вот если ты хочешь действительно чего-то важного такого, нужного для себя, для других людей о, вот это будет здорово то есть тогда ты сможешь не только реализовать это, но ты сможешь сделать все, чтобы, ну как бы чтобы пришло ну как бы пришел процесс реализации чтобы справиться с этой ситуацией то есть и вот мы как справляемся мы делаем совместные медитации совместные сессии, да, то есть берем тему, да, ну например общая тема, там не знаю, коронавирус, страх созданный коронавирусом все вот эти вещи, и мы смотрим на эту тему, да, разбираем ее с разных сторон, да, то есть как вот это устроено, как это устроено, почему это пришло, почему вообще такой процесс был запущен, как он был запущен, то есть мы ищем и как, и почему, как и почему то есть это как бы техническая часть и административная часть и вот когда мы это все прорабатываем, то у нас появляется больше понимания как это все устроено, и самое главное мы как бы рассоздаем это как конструктор то есть вот подумайте, что коронавирус это просто создание, которое было нам внедрено, создано кем-то и внедрено, и мы можем посмотреть почему это было сделано, кем, когда при каких условиях и можем даже урегулировать тех, кому это ну, кому это выгодно, кто это создал вот поэтому я предлагаю не оправдывать то, что, ну, как это было создано, да, что это все нужно нам, да, то есть можно, конечно посмотреть и с более такой глобальной точки зрения, что, мол, мы, ну скажем там, губительно относимся к нашей экосистеме, и это некое урегулирование подавления, да, можно так сказать, но урегулирование того, чтобы люди задумались над этим. То есть, безусловно, человеку нужно задуматься, но это не подается таким образом. Вот, если бы, например, там, не знаю, линеры мировые вышли и сказали, вы знаете, тут вот этот коронавирус, он был создан для того, чтобы дать вам немножко такой толчок, задуматься, что вы как-то слишком уж много вас хотите, много ресурсов, хотите много там, ну скажем так, делать каких-то неправильных вещей, давайте, попуститесь, да, то есть, не надо так много делать, отдохните. Вот, можно было, конечно, так объяснить, но нет же, у нас все четко, ага, есть вирус, это болезнь, надо защищаться, надо лечиться, нужна самоизоляция, вот, но важно, чтобы человек сам осознавал, для чего ему это нужно, то есть, не карательные меры, а понимание. Вот, и сейчас, получается, переключили внимание, все на коронавирус, но второй сценарий, это переформатирование экономики, то есть, какие-то вот вещи, которые происходят там, на другой стороне, им даже меньше гораздо уделяют внимание, то есть, поэтому посмотрите туда тоже, что происходит, да, сейчас, то есть, как людей оставляют просто бессредств к существованию, то есть, и даже уже бунт не поднимешь, потому что коронавирус, то есть, вот, понимаете, то есть, людей, у них забирают их деньги, но в то же время говорят, вы знаете, бунтовать не нельзя, потому что вы должны по одному ходить только, вот что происходит, поэтому, друзья, давайте будем осознанно подходить к этому самый важный момент и понимать, для чего это нужно, как это происходит и справляться с этим, то есть, ну, я не предлагаю бунтовать или что-то делать, нет, я предлагаю смотреть, осознавать и быть в состоянии потока, быть в состоянии любви, осознавать это и улучшать свое состояние, то есть, чем лучше ваше состояние, тем лучше будет все пространство вокруг вас, поэтому осознавайте, наблюдайте и справляйтесь с этим воздействием, вот, если нужна помощь какая-то духовная, психологическая, физическая, на всех уровнях, да, то пишите мне, пообщаемся, я проведу бесплатную консультацию, вот, я на самом деле делаю сессии, которые онлайн помогают человеку в регулировании его духовного, психологического, этического состояния и ощущения как морального, так и психологического, духовного, физического, вот, то есть, полное изменение образа жизни, поэтому, если вам эта тема интересна, то мои контакты будут под этим видео, если видео понравилось, конечно, ставьте палец вверх, нравится, колокольчик для напоминаний и подписывайтесь на канал, подписочка и, конечно же, колокольчик включили и поделились видео на вашей любимой соцсети, у кого-то ВКонтакте, у кого-то Фейсбук, у кого-то еще, не знаю, Одноклассники, возможно, вы пользуетесь, то есть, любая соцсеть, где вам удобно, вот, можете поделиться, вот, это будет очень полезно для развития канала. Желаю вам счастья, друзья, осознанности и до скорой встречи, увидимся!